лести вообще-то нужно так давайте еще раз для совсем неприобиваемых повторяю еще раз блять может мне вам я не знаю блять схему нарисовать нахуй потому что вы не понимаете сейчас вам блять нарисую схему может быть катик и и нахуй нарежет или зорг дай и выложит чтобы для совсем его ну я не пытаюсь вас оскорбить но просто меня калит что некоторые люди реально ну вот ёбнулись блять почему-то окончательно поэтому сейчас я нарисую четкую подробную схему для того чтобы для людей дошло блять о том апнет лесто что-то или нет вот потому что ну люди видимо не понимают почему-то вот и сейчас я буду делать так чтобы люди понимали значит смотрим сюда внимательно так ширина нахуй пусть будет так значит смотрите это славный город минск нахуй славный город город герой минск где живут прекрасные замечательные добрые отзывчивые люди но помимо добрых замечательных и отзывчивых людей живут хуесосы хуесосы это разработчики танков мы их отметим нужным для них коричневым цветом форме кучи говна вот то есть минск это прекрасный давайте ему корону нарисуем прекрасный замечательный город где живут замечательные люди но помимо замечательных людей там живут уёбки из вг вот значит помимо всего этого существует кафельная плитка об которую была размазана голова ёбаного тупорылого разработчика при рождении поэтому он стал тупорылым дебилом вот у минска у вг вг надо вг написать розовый нет розовый не надо чтобы они розовый позорили цвет какой-нибудь вот такой блять цвета горчица вот это вг это вг у конторы под названием варгномик существует что правильно существует вот такая вот замечательная прокладочка all this ultra вот и это прокладочка называется леста леста вот это я не пытаюсь никого оскорбить это я объясняю леста делала что нахуй леста разрабатывала славным замечательном прекрасном на и красивейшим городе санкт-петербург городе герой замечательном ленинграде красивейшую тоже мне безумно нравится питер особенно вот там где центры все потрясающая блять архитектура я не люблю вот это вот все я интересторонник любви к архитектуре и всему остальному но мне безумно нравится очень красивый город он тоже город-герой ленинград да вот они работали в Ленинграде и против Лесты я ничего не имел, да и в принципе по сей день не имею. Почему? Потому что я с ними никогда не сталкивался и никогда с ними там не сотрудничал, не работал и все. Вот. Поэтому Лесту мы какашкой обзывать не будем, потому что Леста мне нихуя плохого не сделала. Вот. Мне Леста нихуя плохого не сделала. Следовательно, Леста у нас делала что нахуй? Она делала ебаные лодки. А именно корабли. ВСПБ нахуй. Да, они ебашили лодочки, блядь. Делали они лодочки, блядь, которые плавали. Вот так вот. Вот. Собственно говоря, примерно вот так вот. Это все и выглядело. И все это у них связывалось юридически, да, ВГ были Влад, напишем. Влад, это значит не Влад, а владелец. Вот. Китя Вислый по документам, так сказать, владел Лестой. То есть вот так стрелочку сюда ебанем. И вот так. Они владели Лестой. Да, сука? Владели Лестой. И владеют по сей день. Собственно говоря, вот. Что произошло дальше? Дальше произошел определенный конфликт, как вы понимаете, в мире определенные, да, политические игры. и все в этом духе. Вот. И, собственно говоря, что получилось? Получилось, что долбоебы из варгномика. Вот они. Из славного города Минска. Да? Они у нас ухуячили. Куда? Правильно. Они у нас ухуячили то ли в Литву, то ли в Латвию. Я не помню, куда. В общем, они упиздили в Литву. Пусть будет Литва. В Литве они сидят и делают танки. Там сидят разработчики и они делают танки. Они делают танки, они делают танки, они делают танки, блядь, они делают танки. Они делают Арнольда Шварценеггера в новогоднем ангаре. Они вводят ветки, они ищут документы по новым веткам, настраивают баланс, делают все в Литве. Вот. Это там образно пусть будет часть сотрудников, да, вот она, часть сотрудников, она упиздила в Литву. О, блядь, значок получился. Вот, ну вы поняли. Вот. При этом определенную часть сотрудников Китя Вислый отправил куда? Правильно. Он отправил их на хуй. Вот. И подарил им что? Правильно. Подарил им табуретку на хуй. Вот так вот. Подарил им табуретку. Чтобы им не было так обидно после увольнения. Табуретка с приклеенной вот тут жвачкой и козявками минских ебанатов. Вот. И разработчик, следовательно, взял эту табуретку. Взял эту табуретку. Вот он грустит. Вот дырещуган минский. Он взял эту табуретку вот и с компанией Wargaming съебался на хуй. Вот. Следовательно, молодые люди из Лесты, которые делали корабли, они, следовательно говоря, что сделали? Правильно. Они уплыли куда? Правильно. В Литву. Из славного города Ленинграда. И никакие корабли больше тута, здесьа не делаются. Итого, что мы имеем? Мы имеем корабли в Литве. Получается, да, нахуй, в Литве. Не знаю, кого там увольняли, не увольняли, следствия, этой информации я не обладаю. Да и вообще, вот это все, это бред шизофреника и не принимайте это за правду. Это все моя больная, блядь, фантазия. Вот, собственно говоря, следовательно, и корабли ебаные, и танки ебучие, да, теперь сидят в Литве. Так. Далее, для того, чтобы у как там правильно, ну пусть будет так, для того, чтобы у замечательного европейского, не помню, какого там цвета флаги, и все в этом духе, у замечательного европейского сообщества не было вопросов, а че это варгейминовцы такие чепуханы, блядь, и в странах СНГ, в Беларуси, в Россиюшки танки выпускают, они что, пидорасы, что ли? Вот, для того, чтобы таких вопросов не было, компания Варгномик снимает российский и белорусский флаги со своего офиса в Кипре, на Кипре, и передают якобы тихо передают якобы игру, не игру, а право представлять эту игру в странах СНГ, Россия, Беларусь, Казахстан, не помню, лезьте, вот, как будто бы лезто на территории РФ и Республики Беларусь выпускает ёбаный, ага, это вот у гейропейцев возникли вопросы КВГ, вот так, вот, значит, и лезто якобы выпускает продукцию Варгномика на территории РФ и РБ, может, еще каких-то стран, неважно, вот так вот, для того, чтобы не доебаться было до Варгеминга, существует у нас две вещи, одна вещь, да, которая разбивается на две части, это де-факто и де-юре, де-факто деньги от танков от Лесты какими-либо способами, не знаю какими, вообще-то бред шизофреника, идут в карман Китти Квислому, даже несмотря на то, что якобы продукция Варгномика выпускается Лестой, это де-факто, но де-юре компания Леста больше не принадлежит компанией Варгномик и является обособленной конторой, она теперь сама по себе, да, сама по себе нахуй, СПС, вот, сама по себе, якобы, это де-юре на документах, де-факто вы можете сделать выводы соответствующие, так вот, компания Варгномик как и 12 лет назад, как и 5 лет назад, как и день назад, как и всегда, выпускает ветки танков ВТ, выпускает Арнольда Шварценеггера в новогоднем ангаре, ашвна, да, Арнольд Шварценеггер в новогоднем ангаре, выпускает, значит, ивент на Ваффентраггера, например, Ваффентраггер, выпускает объекта 780, выпускает, значит, все балансные правки ВБП, оплачивает содержание серверов, она делает все, абсолютно все, как и делала, у компании Лесты в их распоряжении огромная власть, конечно же, они могут устроить турнир в Стальном Охотнике, например, при этом без поддержки клиентской части, а с помощью сайта, разработанного бывшим сотрудником компании Варгномик, то есть доступа к клиентской части для проведения акций у них нет, и переводя на русский язык, что это буква Э, блядь, С, вот, и переводя на русский язык, компания Варгномик, как делала игру, так и делает, все балансные правки, все изменения, разработка игры, как делалась теми же самыми людьми, так и делается, просто теперь эти люди сидят не в Минске, в большинстве своем, а в Литве, или в Латвии, в Литве вроде, вот, значит, а компания Леста делает нихуя, вот, ну, как бы, как нихуя, отдел видеоблогеров, насколько я знаю, теперь их, вот, теперь она, теперь, так сказать, блогерами занимается Леста, очень хорошее начало у них, кстати, знакомство, со мной так и не познакомились, вот, видимо, ждут, когда на ковер приду, не приду, ребят, вот, не приду, вот, значит, что они еще делают, вот, какую-нибудь акцию говеную могут запустить, там, активность в группе, да, сделать, то есть, вот такого вот плана, поэтому, когда вы ждете изменения карт от Лесты, изменения танков от Лесты, новые танки от Лесты, блядь, новые корабли, блядь, от Лесты, да, блядь, вообще хоть что-либо, нахуй, от Лесты, вы можете не ждать этого от Лесты, потому что Леста ничем, блядь, таким не занимается, не занимался, заниматься не будет, хотя нет, корабля не делали, вот, поэтому, для игры, ну, как там с деньгами, для игры, не поменялось абсолютно ничего, блядь, ее как делали те же самые, хуесосы, блядь, в эгэшные, те же, не просто в эгэ, а те же самые люди, долбоебы, дегенераты, ее и делают, вот, карты, то же самое, все, блядь, то же самое, поэтому, Лесте, игра, не принадлежит, ни на территории РФ, ни на территории, блядь, Египта, Турции, Израиля, да, блядь, какой, любой другой, ёб твою мать, страны, блядь, не принадлежит, она просто, этот продукт, представляет, на территории РФ, РБ, еще каких-то там, возможно стран, все, блядь, и сделано это только с одной целью, для того, чтобы до ВГ, не доебалась европейская сообщество, это очень грубо, это очень грубо сказано, да, все, только с этой целью, каким образом Леста передает деньги, варгеймингу, и, или так далее, и тому подобное, я понятия не имею, и понимать не хочу, потому что это не мои деньги, меня это не касается, вот, поэтому, я надеюсь, я ответил всем четко и подробно, что компания Леста, блядь, да, Леста Студио, она не имеет никакого отношения к разработке игры, от Лесты вы можете ждать акцию, да, какую-нибудь смешную, не клиентскую, а просто какую-нибудь смешную акцию, потому что все вот эти акции, День Колобанова, там, блядь, Курская Дуга, нахуй, еще что-нибудь, это все давным-давно расписано у Wargaming'а, и все это, блядь, уже нахуй на 30 лет вперед расписано, и это все понятно, вот, поэтому Леста ничего не делает с игрой, и не будет делать никогда, она не принадлежит им, эта игра, вот, поэтому, вот, я надеюсь, я окончательно, блядь, ответил на вопрос, вот, и, как-то так.